Привет! Иногда возникает потребность оценить, насколько наш код быстр. Допустим, мы написали новую реализацию и желаем вставить ее на место прежнее. Но как доказать самому себе, что новый код в действительности хорош? Конечно, можно обратиться к коннотации, но этого может быть и недостаточно. Допустим, мы считаем сумму последовательности. Одна последовательность у нас представляет собой список, вторая — массив, а третий — вектор. Кажется, тут везде линейный подход, то есть OAT. И вроде бы да, но как вы уже догадываетесь, разница таки будет. Все дело в реализациях этих структур, как они располагаются в памяти. Разница, скорее всего, будет на константу какую-то, но разница будет. Я тут подвожу к тому, что иногда нужны явные тесты, чтобы сделать оценку. Для этих целей есть фреймворк в Java мире, JMH, и существует плагин, скаловский плагин, обвертый над этим фреймворком. Так вот, этот фреймворк содержит инструментарий, с помощью которого можно написать эти тесты бейсмарки более корректно. А теперь давайте немножечко к коду. То есть вот я создал некий темплейт, проект, с помощью которого можно будет поиграться сразу. Тут самое важное, создается подмодуль, подключается к нему плагин. Плагин, напоминаю, подключается вот таким простым способом. И в нашем сабмодуле мы создаем класс, в котором мы объявляем методы и размечаем их аннотации бейсмарк. И вот эти методы, по сути дела, и будут являться нашими тестами. Тестами бейсмарками. Данный фреймворк предоставляет большое количество различных аннотаций. Я лишь остановлюсь на некоторых из них. Это вормап, межермент, но с бейсмарком уже понятно. Ну да, пожалуй, вот эти два ключевых. То есть, как вы знаете, Java, она интерпретирует ваш байкот сначала как есть. И лишь спустя некоторое время подключается джет-компилятор, который сделает какого-то рода оптимизации. И ваш код заработает быстрее. Вот для этих целей, собственно, и нужна стадия разогрева, а потом уже стадия оценки. И есть еще такая интересная сущность, как BlackHole. BlackHole, она, по сути дела, тоже связана с джетом. Смысл в том, чтобы джет не оптимизировал код, который никем не используется. Так. И данный код я уже запускал. Вот мы можем видеть результаты. На последовательности из 10 миллионов мы получили следующий результат, что Array у нас оказался самым быстрым. Список помедленнее. И вектор, на удивление, тоже помедленнее. Возможно, если бы размер последовательности был бы меньше, он показал бы себя не так плохо. Если честно, я ожидал, что он будет немножечко быстрее списка. Вот. Ну, и здесь пропускная способность у нас смелилась, но есть, если что, и другие варианты. Это в среднее время, например, можно или All померить. Второй раз запускать не буду. Все эти тесты, на самом деле, долго запускаются. Особенно, если вы их выполнять хотите качественно. То есть, нужно большое количество итераций разогрева. Естественно, не по 10 секунд, а больше. И стадии замера нужно больше. Я лишь хотел тут продемонстрировать некую идею. Я вот тут говорил про скалу, но, в принципе, в Java, скорее всего, тоже есть какие-то уже заготовки, чтобы это сделать код более-менее удобным. Ну, или можно напрямую использовать данный фреймворк. Вот. Полезные ссылки будут в описании. До следующего раза. До следующего раза.